Ремень безопасности В Приднестровье штраф за ремень 36 рублей, если оплатить в двухнедельный срок в два раза меньше. Президент предложил повысить сумму до 184 рублей. Наверное, если предусмотрено правилами, значит, нужно. Это, конечно, тоже нужно. Может быть, повысить ответственность. С повышением штрафов? Конечно. Сами присягиваете часто? Ну, стараюсь. Забыли застегнуть ремень, машина напомнит звуковым сигналом. Водители хитрят, ставят заглушки или пропускают ремень со спины. Я просмотрю, у вас там пристегнут ремень отдельно, что просто сигналит или еще? Где? Ну, вот, или он мне пассажирский. У меня машина такая, что я постоянно пристегиваюсь. А сигнал, если не пристегнешь, не поедешь. Опять же есть хитрость, заглушка. Ну, это, да, в общем, можно, но я их не пользуюсь. Пока водители решают, пристегиваться или нет, в других странах ремень обязателен и для пассажиров. В том числе и на заднем сиденье. Не хотите соблюдать ПДД – штраф. Платят все непристегнутые. Наказание можно избежать в том случае, если автомобиль винтажный, без ремней. Но если вы их сняли или спрятали за сиденье, придется платить. Если предусмотрены технические состояния, то да. То нужно? Конечно. Как считаете, на заднем сиденье нужно пристегиваться или нет? Думаю, что нужно. Потому что опасность как бы всех преследует. Что спереди, что сзади. Инициатива президента сейчас на рассмотрении в Верховном Совете.